эпоху после того как легендарный макбука 1278 2012 года пришел с проблемой но и также на небольшой апгрейд увидите здесь приподнята у него то есть батарея вздулась я чуть под вздул она как бы полуживая но и все равно будем менять в этом видео знаю уже кучу видосов по 1278 снял но он все равно свежее видео для свежих новых подписчиков и гостей канала будем ставить трансенд ну конечно samsung самый лучший но для этих моделей в принципе трансенд тоже нормально вот это альтернатива из недорогих вот только трансенды либо самсунду все остальное так сказать дичь мы не ставим все и сменный аккумулятор естественно дубликат оригиналов уже нету и даже официально уже не найдешь если только снято из другого такого же в идеальном состоянии имейте ввиду сейчас на дворе 24 год конец августа найти новый аккумулятор уже который снят с производства уже просто нереально но бы уж не еще можно найти живой но уже практически невозможно получается этот 12 же 14 лет маку до сих пор работает вот крайнем случае можно винду десятую поставить можно то есть максимально он поддерживает официально каталину но люди там хакинтошники они ставят через патчера open core свежую последнюю систему но мы поставим каталину возможно но если будет время я поиграю с патчером очень посвежей хотя бы до монтерея его подниму пока что я засниму только сам апгрейд вот на этом можно будет завершать этот этап и продолжать дальше еще до того как в основном племя гигантов он шайнин кингом было одно сияющее королевство на земле и поближе посмотрим так здесь уже видите память уже расширяли 16 гигабайт стоит 1600 нормально то есть только здесь стоит вращающий хард тошиба родной на 500 мы 500 ssd сюда установим батарея аномалия видите этого быть не может сто процентов жизни батареи так возраст шестнадцатом но значит семнадцатом году семнадцатом восемнадцатом и и меняли сто семь шесть циклов перезарядки на отработала и вздулась потому что держали на зарядке но это опять же не точно то есть вот так смарт на орде живой но он дико тормозит зависает в общем медленно очень функционирует часто когда перекинем все данные потом обратно закинем на рабочий стол в одну папку был воин конан самарит илья данных оказалось немало 77 гигабайт только рабочий стол если надо будет его копировать долго долго его летописец хорошо знаю его историю я расскажу вам я еще не докопировал потом продолжу потому что уже стемнело мне надо закончить со старого харда так что начинаем наш апгрейд он уже разобранный что очень хорошо чехол конечно старенький спек а там пыльный почистим от пыли заменим термопасту как снимаем нижнюю крышку всегда отстегиваем шлейф батареи батарея дохлая мы ее заменим сейчас теперь приступаем к полному разбору так здесь у нас трехгранная отверточка такая y вот снимем почистим от пыли и заменим термопаста также мы не вместо привода через скейди optibay вместо основного ну что если два диска один такой они это могут ну то есть он будет медленно стартовать медленно будет включаться работать поэтому лучше один ssd поставить и все так будет нормально мы используем отвертку t6 ну той самой основная ну и фигурная 0 2 миллиметра все что надо для этого мака именно по этой части если нужно будет допустим снимать дисплей с петель то там уже понадобится т8 и 9 или ты 10 сейчас не особо вспомню потому что эти маки не так часто приносят выкручиваем этот вот переходной кронштейн как он там правильно называется что под ним находится микрофон и при разборе чтоб его не оборвать 8 выкручиваем поддеваем пинцетом достаем наш микрофон все и дальше уже используем отвертку т6 выкручиваем но винты они конечно все разные отличаются поэтому просто запоминайте по данной модели вообще кучу разборов у меня по 12 78 на канале уже наверно скорее всего сотня видео с разными вариациями ну то есть от пыли скорее всего его не чистили ни разу почему я так подумал ну потому что вот эта штука она не тронута подсветка клавиатуры то есть ее не отклеивали не извлекали ни разу все отстегиваем все шлифа здесь только батарею меняли и память закидывали из всего что я тут увидел то есть плату даже не поднимали и скорее всего под платой тоже килограмм пыли будет примерно сейчас увидим так все выкручиваем все винтики вот эти средней длины просто запоминаем их чтобы не попутать они такие нестандартные так все винты все выплатили все одна из лучших моделей за 12 год жалко что они уже ушли от этой модели так один мин забыл убираем его и сторону поднимаем плату не подплаты не так много пыли ожидал большего ну то есть вот так вот думал будет поболее все дальше феткой смакиваемся которая есть батарею можем сразу отверткой которой y 3 миллиметра или 4 миллиметра которая y наборе миа сяоми виха 24 пикс есть ну а также когда вы покупаете сменный аккумулятор под замену дубликат там виду две отвертки 1 фигурная 2 как раз мы батарея вздутая и вздувала не вздумайте повторять и вздувать батареи это очень опасно все корпус у нас подготовлен надо будет разобрать сразу за раз почистить от пыли плату учет обмен скорее всего не меняли термопосток потому что он я первый срыв делаю первый срыв поднимаем до термопаста здесь заводская поэтому сейчас мы ее быстро счистим готова так ну и из платы тоже зубной щеткой так ну это мы смахнем чески динамик тоже подними поднимаем потому что под ним тоже пыль собирается есть просто смахнем и все так есть небольшие следы залития то есть тут что-то что-то проливали видимо когда-то что-то залили поэтому клавиатура немножко похрустывает термопасту используем bmx4 наносим небольшое количество все лопаткой все это дело смешиваем все перемешали равномерным слоем тонким небольшим не килограммовым вытираем готова закручиваем и куда мы винты делись вот они все закручиваем здесь тоже фигурно фигурная отверточка то в моделях десятого года t6 использовалась лет и 5 пятнашках вспомнил были модели такие на 17 дюймовые от 1286 так в основном везде фигурки шли или даже или т5 или т6 использовались на радиаторе все пасту мы заменили сильно не затягиваем но плане не перетягиваем и собираем обратно корпус и этот кусок снимаю одним файлом замена пастой так с обратной стороны плату тоже стряхиваем пыль и также в таком же положении начинаем сборочку так вот то конечно шатается не очень удобно все смотрите чтобы у вас под низом шлейфы не остались и микрофон не подвернулся все убираем все эти шлифа раздвигаем кладем плату вовнутрь центруем и собираем готово все разъемы по уровню устраиваем но так вот чтобы не было смещение в одну сторону криво фиксируем и вкручиваем винты обратно все пасту мы заменили подстегиваем шлифа поправляем микрофон максы в магнет dc power порт какое сложное у него название длинная простыми словами гнездо хотя слова гнездо если там никто не понимает что это такое если на зарубежных формах все знают что гнездо у птиц где гнездо у макбука никто не знает иностранцы плечами пожимают потому что у них дословный перевод гнездо значит гнездо значит птицы так все готово подстегиваем шлейф дисплея вот штуку надо приподнять чтобы зафиксировать фиксатор сдвигаем фиксируем на остальные шлейфы здесь конечно боковым пинцетом очень комфортно все это дело вставлять так все вставляем фиксируем шлейф трекпада но и остальные все шлейфа так вот как это было все и вот эти вот средней длины винты мы в эту область как раз такие вкручиваем один сюда 2 сюда так и вот этот сюда все одним файлом затем переходим кулеру кулеру надо по возможности лопасти вычистить выкручиваем один винт это неразборный смазать его не получится только если пилить строгать то есть вот так открываем берем зубную щетку который длинные щетины и зачищаем ну то есть вот так вот вот так вот видите сколько это возможно потому что помпа и сжатый воздух с компрессора вам все равно это не выдает поверхностно сделает и все внутри тоже щеткой все теперь собираем обратно и через эти отверстия тоже сейчас почистим что-то как-то криво собралось вот так вот все сон он и у нас умные которые не смазываются так здесь также вот так вот это делаем прокручиваем зачищаем насколько это возможно туда подлезть лопасти по максимально чтобы были чистыми выдуваем и теперь обратно в корпус ups классно звук не придется отдельно не записывать но все одним файлом сразу звук писать очень удобно дальше закручиваем его ну а так вот так вот этот сюда который самый маленький короткий все подстегиваем шлейф камеры но защелкиваем все все проверяем здесь готова то есть мы обслуживание выполнили так теперь переходим в батарею вот как я говорил в комплекте есть отвертки вставляем батарею сюда в корпус и закручиваем винты сразу но длинный и короткий пока не подстегиваем шлейф мы еще не все выполнить затем мы снимаем вот эту заглушку чтобы достать жесткий диск снимаем жесткий диск и теперь берем отвертку т6 и выкручиваем винты на которые он закреплен вот это как раз фиксирующий все четыре штуки выкручиваем выкрутили играем пока в сторону с него еще данные надо будет до перекинуть что там очень много оказалось новый ссд транс н просто вот так вот берем скрываем и перекручиваем винты на него то есть вот так вот все четыре и язычок пластиковый тоже на него переносим а и не не туда в круч так и здесь вообще трансенд неплохие диски они даже официально под мак выпускали диски с прошивкой apple специально под мак у них даже на официальном сайте есть линейка ссд шик именно для мака вот эту штуку мы переклеиваем судово переклеиваем сюда чтобы била по финишую отстегиваем а вот так вот вставляем и закручиваем красотища вот и весь апгрейд теперь остается установить на него систему и только в самом конце мы подстегиваем шлейк батареи проверяем индикатор заряда батареи в батарейке должен присутствовать хоть какой-то заряд видите отделение есть то есть заряд здесь присутствует все теперь нижнюю крышку пока просто прикроем на время установки системы с нее только пыль смахнул готово и теперь загружаясь со внешнего диска со своего а питание обязательно подаем питание зажимаем alt на клавиатуре так что-то я не вижу чтоб это он у меня не запускается гона разрушитель так все завелся особо блок все всплывает инициализировать диск так быстро по батарее пробежимся один цикл перезарядки батарея двадцать третьего года седьмой месяц но вообще зашибись свежие smart нового ssd видите по ноль часам все по нулям действительно новый кстати через программу хорошо smart утилита все это дело проверять нажимаем инициализировать здесь нажимаем сюда нажимаем стереть можем оставить как есть он потом преобразует в apfs так мы кинтош hd то есть назовем как как завода типа ну все нажимаем готово все вставляем если мы здесь девятнадцатый год у нас стоит если мы каталину будем ставить и нам научу поставить двадцатый год ну то есть просто год заменить убираем галочку нажимаем 20 сохранить и запускаем установщик а потом можно будет попробовать поиграться с этим с патчером так дата где там у нас вот она каталина запускаем установщик я еще надо будет обязательно включить поддержку 3 температура 70 градусов мало всего перегрели потому что во время не обслуживают нажимаем принять выбираем наш диск вот он на 500 фронтинг вводим пароль текущей системы но и теперь нет а минут 15 но может 17 до 20 минут все это дело будет устанавливать поэтому этот этап мы пропустим иногда если у вас не прошит фенваре может быть долгий гудок гонг длинный вы не пугайтесь и много раз будет мигать индикатор с правой стороны внизу после чего круг включается экран широкая полоска загрузки в этот момент нельзя отключать от питания не ничего трогать нельзя потому что идет момент прошивки ефи финваре после того как прошивка будет успешно он вновь перезагрузится и пойдет установка систем так что никогда не прерывайте в данный момент во время установки с тобой поговорить хотят на заднем сиденье и система установилась теперь включаем функцию trim вот надеюсь там вам видно сейчас стоит нет значит просто заходим открываем терминал заходим программы здесь мы ищем папку утилиты папку утилит у нас низкой терминал и вводим следующую команду английскую раскладку так суду trim force enable нажимаем enter вводим пароль текущий еще раз enter теперь игрек интер еще раз игрек еще раз winter все теперь он сам перезагрузится вот после этого нужно будет снова зайти в сведения о системе проверить включился 3 мили нет потому что иногда он даже не включается он посмотрите как быстро я загрузка конец сейчас мы еще и скорость затестим такая сейчас стала на данном диске на трансцендер туши я не помню на самсунгах то я мерил там 520 на чтении а на концентах я не помню но именно данной модели в целом все равно скорость хорошая как вы видите он быстро загрузился заходим снова об этом маг отчета системами здесь мы ищем вкладку sata sata express выбираем наши ссд и смотрим поддержка trim сейчас до стоит то есть он сейчас включился с первого раза иногда не включается поэтому нужно будет несколько попыток делать может раза 7 у вас stream запустится запускаем black magic где спит тест и просто меряем скорость также запись 418 но почти 420 и смотрим чтение конечно будет ниже чем у самсунга но в любом случае лучше 453 454 456 целом нормально сама круто работает samsung но он и дороже стоим мы выбрали именно бюджетный нормальный вариант от процента тоже хорошо в любом случае hard максимум 60 здесь выдавал поэтому владелец будет комфортно на нем выполнять свои задачи все действие выполнен осталось это я уже за кадром сделаю скопировать все данные обратно на рабочий стол но возможно может дополнение будет open порт патчера возможно но это не точно завтра вот попробую накатить как эксперимент николас гонор аморин я вора слоя атралайл здравствуйте я тебе сказал я всегда буду у тебя за спидой на этом все обязательно поделитесь этим видео с друзьями в социальных сетях тик токах фейсбук контактах там ведь где еще там популярники ну в общем во всех там в инстаграме и так далее по группам раскидать пусть это видео будет полезно наверняка данный маг еще используют люди и им будет полезно смотреть данное видео и улучшить его своими ручками а на этом все пока пока